Это программа СИЮНС. Сегодня в гостях у нас популярный шеф-повар из Северной Италии Амар Кастелани со своей супругой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Амар. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, потому что впервые у нас на программе «Зов сердца», которая переводится «Иностранный гость». Но так сложились обстоятельства, что вы свою жизнь связали с Россией. Вот скажите, первое впечатление, когда вы приехали в Россию? Было интересно, любопытно. Мне всегда нравится встречать новые культуры, чаровниц, итальянские культуры, изучить новые культуры. Почему нет? Хочу нашим зрителям пояснить, что Амар связал свою судьбу и с Нинецким автономным округом. Здесь он нашёл свою супругу Татьяну, уроженку Тельвиске. Татьяна у нас, кстати, закончила Институт культуры, да, Санкт-Петербурга? Институт культуры и искусств. Татьяна, скажите, а где вы сейчас работаете? Я работаю в гостинице «Эрмитаж». Это государственная гостиница «Эрмитаж», которая относится к «Эрмитажу-музею», который находится в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятий. То есть вы свою жизнь связали с культурой? Да. Амара, вот я знаю, что вы работали в разных странах мира. Это и Франция, и Соединённые Штаты Америки, да, ещё где-то. Ну, вот в Италии, да. В Италии сейчас в России. Сейчас в России, да. Очень известный вы шеф-повар в Санкт-Петербурге. У вас даже есть авторские ваши блюда, да? Да. Вообще, расскажите про свою кухню. Вот какие у вас народные блюда вы используете? Ну, меню сделаны смесь из итальянских классических блюда и нескольких авторских блюда, которые я с шефом придумали постоянно. Есть несколько процентов русских блюда, смешанных с итальянской техникой. Либо наоборот, мы используем русскую технику и переделим итальянские блюда. Ну, мы играем с продуктами, играем с фантазией. Вы в нашем округе впервые приехали со своей семьёй, чтобы познакомиться с родственниками. Скажите, как вот ваше впечатление об округе и впечатление ваших родственников? Ну, всё интересно, серьёзно, очень интересно. Есть традиции, которые... Я даже не знаю, что существует. Ну, сейчас я знаю, есть продукты очень хорошие, у вас есть очень хорошие продукты. Надо съезжать почаще и... С нашей олениной придумать продукт. Да, он в восторге от нашей сёмги. Да, сёмга номер один в космос, бесспорно. Да, да, да. Я, кстати, долго её вкус не могла... Распробовать. Вот это распробовать, да, и оценить. Ну, вот видите. Да, да, но у вас есть действительно очень хорошие продукты. Надо просто иметь использовать. Да. А вообще родственники как вас восприняли? Это же всё равно у нас край такой суровый, северный. Ну, как? Это атмосфера такая тёплая. Ну, естественно, всегда есть и будут недопонимания, потому что мысли мои по-итальянски, мысли даже супруга, мысли его русские, иногда не понимаем точно друг друга. Но это тоже интересно. Наша жизнь — это не такая плоская. Это всё цветное. А расскажите, вы сейчас где работаете? Официальная государственная гостиница «Эрмитаж», как шахповар. Здорово. Вы, я знаю, очень любите путешествовать, такая пара энергичная. Да. А вот где вы были? Расскажите нам, пожалуйста, какие страны вам удалось. Ну, на Карибском море я был в отпуске, когда молодой. Я был в Кубе, Колумбии, где мы были? Ну, Колорадо, США, Франция, Россия. Что ещё? Я не помню. По-моему, всё. Катима сейчас уезжает в Бали. Ну, в сентябре, по-моему, идём в Испанию. Бали будет в следующем году. И хочу тоже рассматривать по Арабскому Эмиратуру. Знаю, что вы уже в округе успели преподать мастер-классы. Да, да, да. Расскажите вот про них. Где вы проводили мастер-классы? Мастер-классы мы проводили на обедах. Это был мастер-класс для всех желающих или для какой-то... Для повара, именно для сотрудников этого заведения. Ну, готовили несколько простых, но вкусных итальянских блюда. Они хотят не перейти на итальянскую кухню, но вводить в меню тоже несколько позиций новые. Ну, надеюсь, после вашего приезда они нас порадовали. Ну, думаю, да, потому что коллектив хороший, люди очень хорошие. Ну, хотят везде. Тут, наверное, марши добрые. Отзывчивые у нас. Отзывчивые люди. Они пробовали, вот, например, Танин Талант и ваш соединить, там, детское кафе какое-то, знаете, тоже был... Было все в проекте, когда у нас был свой бизнес, это магазин итальянских продуктов и пиццерия. Ну, все мы знаем про эмбарго. Итальянские продукты стало тяжело продавать. Были большие очень проекты, были большие надежды, но сейчас пришлось так приостановить немножко. Да, взяли маленький перерыв. Ну, жизнь только начинается, поэтому мы думаем, что все впереди у нас. Да-да-да, здорово. А на родину тянет? На север? Да, на север. Ну, бывает иногда. То есть этот ритм бешеный городской, да, когда уже прям совсем-совсем-совсем забегаешь, замотаешься, хочешь так как-то вот... И думаешь, как было бы хорошо сейчас дома, в Тельницке, брите домой, сесть с чашкой чая, чтобы тишина за окном, никаких машин, никаких кошек, ничего, не кричал никто. Ну, бывает иногда, да. Амара, вы быстро привыкли к России? Вас не тянуло на родину? Ну, да, иногда да. Но я люблю холод. Я не люблю... Все-таки в душе русских. Тогда сразу я нашел тут свое место. Если у тебя холодно, можно надевать куртку потеплее, если нормально. Иногда у нас в Италии бывает такой жарко, который невозможно терпеть. Ну, конечно, иногда я хочу уезжать в Италию, но если возможно, уезжай вместе, погуляй, похудши, хорошие продукты, хорошее питание. Амар, ну вот ты, наверное, все равно русские блюда тоже готовишь, да? Вот любимое и самое интересное, на твой взгляд, блюдо нашей кухни. Иногда мы сделаем специальные приложения в меню. Ну, допустим, в последний раз мы придумали равиоли-борщ. Это... Как? Равиоли-борщ. Это итальянские блюда, но со вкусом борща. Типа пельмени выграет равиоли, фаршируем с начинкой из борщ и продаем с буйон из борща. Ну, это такое... Да, это из авторской кухни, как раз таки Амара. А вообще вот авторские блюда вы выставляете, они пользуются популярностью, да? Люди вот как-то оценили уже ваши... Да, 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 да. Почему они есть? Ну, все равно классика больше идет, потому что иногда люди не хотят, ну, как объясняю, рискуют. Потому что иногда авторские блюда это слишком авторские. Ну, может быть, мне нравятся такие контрасты, такие вкус крепкие или очень слабые, а покупатели иногда... Нет, это все персонально по-русски. Индивидуально. Индивидуально, это все индивидуально. Из оленина что-то уже пробовали сделать? Да, из оленина. Ну, котята существуют тоже в Италии оленина, и есть блюда с оленина. Но там, естественно, не такие олени, чтобы мы понимали, да? Они северные олени. Немножко все-таки вкус у них другой мяса. Ну, да, вкус отличается. Но все равно мы с ним карпаччо, с оленина, это как строганина русская. Либо мы тушим, как жаркое русское. Ну, есть очень много блюд, которые не одинаковые, но ближе или похожи. Еще один вопрос, который я хотела задать. Как вы вот познакомились? Это было в 2011 году. Я училась в университете, и параллельно по утрам перед университетом подрабатывала официанткой в ресторане, где Амар был шеф-поваром. Сразу любовь с первого взгляда. Не совсем. Не совсем. Пока вот как-то так присматривались, даже, наверное, не знаю, расценивали или нет друг друга, друг друга как пару. Но как-то вот начали общаться, начали встречаться. И четыре года вместе. Амар, вы когда-нибудь думали, вот мечтали, что у вас русская жена будет? Ну, если честно, никогда я думал. Просто... Просто он до этого не встречал меня? Наверное, да. Да, но говорят, что когда встречает женщина свою жизнь, и сразу поймёт. Ну, наверное, так и понятно. Получилось. Спасибо вам, Татьяна Амар, за очень интересное интервью. Это была программа СИЮН. Сегодня у нас в гостях был популярный шеф-повар северной Италии Амар Костылани со своей супругой Татьяной. Италии Амар Костылани.